Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Нирамс. Не удивляйтесь, что у сегодняшнего видео такое название. В общем, компания AMD меня опять удивила и тут выкатила, скажем так, исправление своих ошибок в виде обновления Агессы. В общем, они сказали, что в этом обновлении Агессы новом у них якобы 100 исправлений. Часть исправлений это исправление каких-то ошибок, а часть исправлений это просто какие-то доработки. А перед началом просмотра будет небольшая рекламная пауза. Спонсор сегодняшнего видео магазин электронных ключей ggmail.com. В данном магазине вы можете купить разнообразные ключи от компьютерных игр, программ. Тут продаются ум-ключи от Microsoft Windows. Важно, ребята, если вы покупаете ум-ключи, то в принципе их можно использовать дома. Но, к примеру, в офисах где-то на работе я бы уже их не использовал. Почему? Потому что ум-ключи это не лицензия, это ключи разработчика, которые продаются Microsoft для каких-то предприятий. И потом как бы уже с ноутбуками, с техникой с какой-то они вам уже продаются. То есть перед тем, как использовать эти ключи где-то в офисе, 100 раз подумайте. Так вообще делать не рекомендуется. Ребят, доход с этой рекламной пойдет на развитие канала и на разнообразные благотворительные сборки. Кто не в курсе, я на своем канале помогаю своим подписчикам. У меня есть благотворительные рубрики, у меня есть такая рубрика, как рубрика «ПК в дар», у меня есть такая рубрика, как «Бесплатная сборка». Ну и, в общем, вот этот доход с этой рекламы, он будет тем или иным способом использоваться для развития нашего канала. Поэтому еще раз говорю большое спасибо, что вы лояльно относитесь к такой рекламе. Ну и мы, что, приступаем к ролику. В общем, ребята, я просто в шоке, если честно. Компания AMD не перестает меня удивлять, потому что сколько лет не проходит, они остаются при себе. В общем, как они изначально любили делать говно и потом постепенно его превращать в конфетку, так они до сих пор этим и занимаются. Это не в обиду тем, кто сейчас сидит на AMD, не в обиду фанатам AMD, не в обиду мне, потому что я тоже сижу на AMD, это в плане того, что меня удивляет то, что они всегда изначально выпускают сырой продукт и потом постепенно, постепенно, постепенно его начинают дорабатывать. В общем, представляете, с помощью вот этого обновления они что добились? С того, что система стала быстрее загружаться теперь, и BIOS быстрее загружается, и Windows быстрее загружается, то бишь, все стало быстрее работать, так еще теперь в игрок все стало быстрее работать. Мало того, что и уровни у вас теперь быстрее загружаются, так еще прибавилось FPS. В некоторых играх FPS прибавилось, ребят, чуть-чуть, но в некоторых играх происходит прямо какое-то мракобесие сказочное. Вот эти тесты, которые вы сейчас видите на экране, я их позаимствовал из открытых источников. Ребят, как можете видеть, разница до прошития и разница после прошития просто небо и земля. Я не знаю, как так и у компании AMD получилось, в общем, все как обычно. Помните, у них до этого были проблемы с оперативной памятью, когда вышли эти процессоры первого поколения AMD Ryzen, и не вся оперативная память с ними работала. То есть можно было купить оперативную память, всунуть в компьютер, и ваш компьютер вообще бы не заработал, даже с одной плашкой. То есть вот такая хрень была. Часть всего это происходило с памятью от Micron, то есть изначально Micron была самой плохой памятью для AMD Ryzen. Сейчас они что-то там понаделали, прошивок налепили, исправлений понафигачили, и теперь Micron это чуть ли не лучшая память для AMD Ryzen. Не считая там старых ревизий, совсем уж тухлых, которых в принципе почти на рынке не осталось. Хотя даже та память тухлая, она и то стала более-менее корректно работать. Потом у AMD была еще куча всяких багов непонятных, там с настройками, к примеру, на многих платах настройки не сохранялись. Вроде как они пофиксили, и в принципе у крупных вендоров таких ошибок почти не осталось. Была еще проблема с напряжением, были такие BIOS под некоторые платы, что когда вы его вставляете в свой процессор, напряжение там скакало от 1,6 до 1,9 вольта. И это я не преувеличу, то есть реально были такие платы, которые кидали автоматом 1,9 вольта, тем самым убивая процессоры ваши. То есть там моментально практически деградация шла. Вот такие чудеса у AMD. Также хочу еще вам припомнить, что неоднократно, когда у них выходили новые карты, обязательно они поначалу некорректно работают, пока там куча драйверов новых не повыходит. Типа продукты есть, но драйверов нету. Кстати, ребята, кто не помнит, когда вот этот процессор только вышли, я говорил про похожие ошибки, но вы меня потом засмеяли, сказали, мол, не может быть такого и все такое. А вот, пожалуйста, вот есть оно такое. То есть у нас была такая хренатень, ребята, что когда вышли только новый процессор, к примеру, на платах от MSI, там была частота на 200-300 ниже на ядро, чем у других материнских плат от других производителей. Это потом пофиксили, и частота на всех ядрах стала плюс-минус такая же, как и у других производителей. А поначалу хрень какая-то там творилась. В общем, меня уже ничего не удивляет. Может, в скором времени, лет через 5-10, они наконец-то научатся делать продукт сразу готовым и не сырым, и нам не нужно будет играть в бета-тестеров. Поживем, поглядим, пока что, видите, они стараются. Ладно, ребята, еще раз не обижайтесь, не сочтите, что это был какой-то хейт мой на AMD. Нет, это просто видео такое о том, что вот вышла эта заплатка, ребята, скоро она появится на все материнские платы, и вы сможете обновиться на эту новую агессу. И у вас вырастет везде фпс. Круто, ребята, круто. Только вот надо было эти вещи сразу делать. То есть, представляете, если бы они сразу сделали эту заплатку, то есть, было бы намного интереснее. Потому что сейчас получается, как я и говорил ранее, многие тесты, которые записывались изначально на сырых биосах, будут неактуальны. То есть, они, считайте, уже некорректны, потому что теперь, смотрите, какая прибавка фпс. А тесты у всех старые. И, блин, на них можно сейчас уже практически-то и не глядеть. Ладно, ребят, спасибо, что посмотрели это коротенькое видео. Опять же, повторяю, я его решил записать в таком лайф-режиме. Еще раз повторяю, вот эти фоновые видео, которые я поставил, это они не мои. То есть, я их позаимствовал. Надеюсь, у вас вопросов по этому поводу не будет. Если вам видео понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Также, если вы хотите помочь моему каналу в развитии, то вы можете сделать куда-нибудь репост в Facebook, в Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Когда вы делаете репосты, пишете комментарии, это очень-очень сильно помогает продвигать мои ролики. За это вам отдельное спасибо. Ну что там, ребят, до новых встреч. Пока всем не пропадайте.